И мы продолжаем. 1 июля вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве, но у населения еще немало вопросов. А именно, как по-новому будут рассчитывать размер социальных выплат и кто сможет единовременно забрать свои накопления. Получить ответы на них петропавловцы смогли в областном филиале ЕНПФ, где прошел день открытых дверей. Галине Харченко скоро на заслуженный отдых. У нее около 40 лет трудового стажа. Чуть больше половины из них до января 1998. Остальное, можно сказать, уже не имеет значения. От чего еще будет зависеть размер ее пенсии? За ответом она пришла к специалистам. Я пришла сюда для того, чтобы... Меня интересует один вопрос о стаже при участии в пенсионной системе с 98 года. Как он правильно рассчитывается? Я хочу определиться с общим стажем своим. Будет считаться стаж тот, который был учтен при выходе на пенсию по возрасту до 1 января 1998 года, а также стаж участия в накопительной пенсионной системе после 1 января 1998 года до назначения базовой пенсионной выплаты. Эти два показателя суммируются. Если в итоге выйдет больше 33 лет, то размер базовой пенсии будет в размере прожиточного минимума. Сейчас это 15 274 тенге. А если стаж меньше, то 54% от данного показателя плюс 2% от него каждому году. Но при новом расчете некоторые граждане могут потерять приличный срок, а значит и деньги. 12 месяцев год уже, да, у вас перечислены, допустим, март, какая-то сумма, апрель, потом, значит, несколько месяцев не было, февраль, там идет, сентябрь, октябрь, допустим, 4 месяца. Будет стаж участия считаться не год, не 12 месяцев, хотя мы фактически проработали 12 месяцев, будет стаж участия считаться 4 месяца. До 2018 года работодатель мог делать отчисления раз в квартал или раз в полгода. Сейчас в обязательном порядке ежемесячно. Скорее всего, доказывать свой стаж участия в пенсионной системе гражданам придется в судебном порядке, говорят специалисты. Многих это возмущает, как и новые правила выдачи накоплений. И почему-то государство решает не и подать, или частями, и сколько, в каком проценте. Вот это как распадается. Люди, которые получают солидарную пенсию, у кого есть стаж хотя бы полгода, до 1 января 1998 года, они получают от государства солидарную. Плюс получают президентскую, как вы говорите, базовую пенсию и накопительную. Но то поколение, которое сейчас будет выходить, допустим, 80-го и выше лет, у них солидарной пенсии не будет. И мы будем получать только то, что накопили. Получить свои накопления разом смогут те, у кого на счету не больше 12 минимальных пенсий. В 2018 году это около 405 тысяч тенге. В другом случае сумма распределяется по месяцам. Жан Сулута Стемирова, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.